Решение вопроса с практикой – это одна из наиглавнейших для нас задач, вообще вот такой определенного рода заказ социальный, который мы должны институтом решить. Если говорить о той ситуации, которая сложилась для нас в этом году, она нестандартная явно, потому что для нас новым вызовом стало реагирование на тот запрос, который мы получили от Департамента образования и науки города Москвы. Все услышали меня, услышали коллег, моих руководителей практики о том, что нужна помощь школам, и мы готовы на эту просьбу отреагировать положительно. Мы пришли, нас встретили, очень были рады нам, то есть мы увидели, что в нашей помощи сейчас очень нуждаются на самом деле. Я ждала, что мы будем просто тьютерами, что мы будем включать компьютер, как бы подсоединять преподавателя и следить за дисциплиной. Оказалось, что мы заменяем учителя и что мы можем, ну не можем, а мы должны вести, проводить уроки. И это очень порадовало, я надеялась на это. Это первый опыт. Конечно, я занимался репетиторством и преподавал иностранные языки, но это было индивидуально. А когда ты работаешь с классом, с группой лиц, для меня это мой первый опыт. На следующей неделе я уже попробую вести урок самостоятельно, но, конечно, под наблюдением Натальи Васильевны. Разработаю его сама, мы с ней посоветуемся, и я попробую, возможно, уже в понедельник-вторник его провести. Ожидания как бы были менее позитивные, чем оказалось на самом деле, потому что я не думал, что дети так хорошо меня воспримут и будут настолько готовы со мной работать. Я очень рада вообще, что я нахожусь теперь здесь, очень быстро до сюда добираться, и сама школа мне очень нравится. Все мы, студенты педагогических вузов, действительно заинтересованы в том, чтобы получить действительно хороший профессиональный опыт. Очень многие говорят о том, что мы хотим, чтобы нас увидели. Одновременно директора говорили, что если нам понравится, то мы возьмем человека к нам на работу. Проходя эту практику, я понимаю с каждым днем, что мне хочется быть преподавателем, мне поскорее хочется работать. Студенты четвертого курса были единодушны в том, что они готовы к тому, чтобы всем курсам, всеми студентами поголовно выйти в школу и выполнить этот профессиональный долг. И естественно, как бы большое количество студентов, мало мест, листы ожидания, очереди, это в принципе нормально, я думаю, в такой ситуации. И надеюсь, что как бы всем, кто хотел, удалось попасть в школы и все получат этот опыт. Спасибо нашим студентам. Я хочу им особые слова благодарности сказать за такую готовность, за такую включенность, за их мастерство, которое они проявляют. И очень радостно понимать, что в школу придут мотивированные, хорошо подготовленные, крайне заинтересованные педагогической профессией учителя. Спасибо.